Вот уже закапало, потому что вы меня очень об этом просили. Итак, первое, что я делаю, я засекаю, и сегодня я делаю вторую дробную перегонку. Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. У меня на столе самогонный аппарат VN5 Pro на 2 дюйма, и сегодня я делаю вторую дробную перегонку, потому что вы меня очень об этом просили. На самом деле, с аппаратом VN5 было уже достаточно роликов, в том числе второй дробной, но было много комментариев, а сделай перегонку на прошке. У меня появилась прошка, и как только она у меня появилась, первое, что я сделал, это измерил скорость на прямотоке в режиме подстил, максимальную скорость, и ролик об этом есть. Ну а сейчас я буду делать вторую дробную перегонку. Это не будет инструкцией по второй дробной перегонке на аппарате с паровым отбором. Я просто постараюсь акцентировать внимание ваше на самых интересных нюансах, поэтому расскажу о предыстории, что же у меня в кубе. В кубе у меня срез. Срез ароматный, срез зерновой. Полбака его там где-то. Я слил с нескольких разных источников, не померил точно суммарную крепость и суммарный объем, потому что я планирую отбирать головы по запаху. Позволю себе такую вольность. После этого я планирую для того, чтобы показать вам максимальную скорость второй перегонки, которую можно на двух дюймах получить. А, ну естественно сначала стабилизирую колонну, покажу на какой мощности она работает. Но тут надо принимать внимание, что у меня может быть одна насадка, а у вас другая. Поэтому у меня тут что? У меня тут килограмм медной СПНки и три ПЖА медной же РПНки. То есть, ну грубо говоря, 50 на 50. Половина СПН, половина РПН. Так что посмотрим, какая будет предзахлебная мощность. Посмотрим, какая будет скорость и крепость продукта при полностью открытом кране. После этого я перевернул верхний холодильник, чтобы брать прямотоком вкусную часть дистиллята. И в конце, когда то, что пойдет, будет уже невкусное, я буду постоянно контролировать на запах, я снова верну в конфигурацию с укреплением и буду выжимать остатки спирта. В результате получу что-то вкусное и заберу максимум спирта из куба. Ну а пока колонна разогревается, в кубе у меня 70. И когда дело дойдет до настройки мощности, я снова включусь. Ну что, прошло немного времени, все прогрелось. Я настроил работу на себя. И вот какие результаты у меня получились. По мощности. Здесь у нас максимальная мощность на 3 киловатта. Где-то наполовину, на 1,5, может чуть больше, на 1,6. Мне удалось разогнать мощность в данной конфигурации с таким количеством насадки. И вот так вот выглядит у меня перелив. Трубочку не затопляет. Соответственно, захлеба нет. Но бодрой, мощной струйкой все стекает вниз. Колонна работает на себя. Немножко я дам ей поработать еще. Думаю, полчасика будет достаточно. Для того, чтобы фракции выстроились паровозиком, как мы любим. После этого буду отбирать головы, ориентироваться по запаху. Ну, стандартная ситуация, вы все в курсе. Легким движением руки начинаю отбор голов. Я открыл примерно на 45 градусов. Холодильник большой. Пока головы его промочат, пройдет некоторое время. Поэтому так будет быстрее. А потом, когда первые капли голов упадут, я, может быть, уменьшу отбор, чтобы получить, как положено, по капельной. А положено, собственно говоря, примерно так. Некоторое количество времени я отобрал голов столько, сколько мне хотелось. Ну, то есть, пока запах капелек не стал меня полностью удовлетворять. Я их отлил. Я их убрал. Сейчас, как я обещал, хочу показать вам скорость и крепость на полностью открытом кране. Поэтому сейчас я полностью открываю кран. Дам отбору стабилизироваться, пока я тут обхожу, пока я примеряюсь. Как раз скорость увеличится. Вот уже закапало. Итак, первое, что я делаю, я засекаю... Запускаю секундомер и измеряю скорость. Ну, я думаю, я секунд 30 или минуту... Ну, давайте 30 секунд, я думаю, будет достаточно. Отлично, 30 секунд. Итак, за 30 секунд 18 умножаем 18 на 60 и умножаем еще на 2. Получаем 2,160. Ну, и давайте посмотрим по крепости, что нам даст такой отбор. Температура у меня стоит, стоит пока крепко. 73,2. Так, все, всплыл ориометр. Ну, видно, надеюсь. 96,97 показывает. Ну, что ж, я перекрыл кран, потому что я не собираюсь вести весь отбор на такой скорости. Это можно делать, если стоит цель именно спортивная, быстрая перегонка. Вот так я получу максимальную крепость. У меня сейчас задача получить аромат. Поэтому здесь у меня чистый спирт, максимальной крепости он пригодится, никуда не денется. Дальше я буду отбирать аромат, настроив аппарат прямоток. Почему я не стал бы отбирать весь отбор на такой скорости? Ну, потому что вначале все было бы хорошо, потом, по мере того, как спирт в кубе заканчивался, пришлось быть начеку, быть длительным, стоять около крана, смотреть на термометр, вовремя уменьшить скорость отбора для того, чтобы не прозевать хвостов. Мне не очень хочется стоять и смотреть на термометр. Поэтому я, когда отберу ароматную часть, я настрою на скорость где-то 1,3 плюс-минус, 1,2-1,4 вот в этом диапазоне, с тем, чтобы я мог оставить аппарат почти до самого конца. И качество отбора у меня не пострадало, отбирался стабильно спирт максимального качества. Но это, еще раз повторюсь, уже после того, как я сейчас заберу ароматную часть. Очень просто. Я закрыл отбор по пару. Сейчас сниму шланг отбора продукта, поверну верхний холодильник вниз и буду с него прямотоком. То есть у меня останется тарго с медью, поворот и холодильник. У меня получится прямоток. Все, что за узлом парового отбора, работать не будет. И буду прямотоком отбирать. Буду контролировать по запаху. Пока запах мне будет нравиться, буду отбирать. Буду периодически проверять крепость. Мало ли, нос у меня сегодня откажет. Но по крепости есть разные рекомендации. Кто-то отбирает до 80 в струе, кто-то до 60 в струе. Все остальные сторонники бездефлегматорного отбора выбирают себе какое-то промежуточное значение. Я беру пока мне запах нравится, но все равно по крепости сверяюсь. Но этот чистый спирт, ароматной части там нет. Этот чистый спирт я добавлю в ароматную часть. И потом, когда ароматная часть закончится, я снова включу колонну поработать на себя. Начну паровый отбор с укреплением. И долью туда же остаток спирта уже с максимальным укреплением, которое получится извлечь из хвостов. Ну что, переворачиваю холодильник, готовлю банку побольше. Ну вот та конфигурация, о которой я говорил. Я закрыл кран парового отбора, верхний холодильник развернул вниз, приладил к нему трубочку сбора. Мощность поставил ниже 1000 ватт. И вот такой вот неторопливой струйкой я сейчас, по сути, прямотоком отбираю ароматную часть дистиллята. Давайте я попробую. Красота. Запах еще не очень явный. Больше запаха будет по мере снижения крепости. Но все равно уже приятно пахнет. Ну что, через некоторое время возьму. Померяю крепость. Ну, оценим. Крепость сейчас, как при любом перегоне на прямотоке, постепенно снижается. Более или менее... Не совсем линейно, конечно, но снижается, уменьшается крепость в отборе, потому что все меньше и меньше спирта остается в кубе. И в какой-то момент там пойдут хвостишки. И в тот момент, когда они перестанут мне нравиться, я разверну холодильник обратно. И все оставшееся буду отбирать снова с максимальным укреплением. Ну, просто, чтобы спирт забрать, чтобы в хвостах ничего не оставлять. А все ароматы сейчас заберу вот таким образом. Ну что, закончил я отбирать ароматную часть. Вот такое вот не очень большое количество я взял. Но так как это не для бочки, а для питья в белом виде, то больше я брать не буду. Сейчас у меня холодильник снова развернут вверх. Я даю колонии поработать на себя. Вывел прежнюю мощность, где-то чуть больше, чем полтора. И минут через 10-15 открою отбор. Ну, давайте я вам тоже это покажу. Базовый, не экстремально широко открытый кран. Где-то на 1,3-1,4 стараюсь настроить. Поработала колонна на себя. Открыл кран, начал отбор нейтрального чистого спирта. За минуту накапало у меня 23 мл. То есть, где-то скорость 1,4 я выставил. И я не буду открывать полностью. Не до конца у меня сейчас открыт кран. Я остановлюсь на такой скорости. Потому что я хочу уйти сейчас и заняться спокойно своими делами. И я знаю, что у меня температура будет здесь стоять как вкопанная. Пока в кубе не будет где-то градусов 92-93. Потом, если у меня будет время и желание, я приберу отбор. Снижу скорость. И выжму последние-последние капельки. Если уже рабочий день закончится, то я плюну на эти капельки и пойду домой просто так. Таким образом, когда вы получаете скорость на самом максимуме, вам придется подойти и отрегулировать ее раньше. Ну, потому что вы необходимое количество спирта сольете раньше. Раньше придется регулировать отбор. Если вам, как мне, хочется подольше позаниматься своими делами, можете себе позволить там слить пару лишних литров воды, не спешите. У вас будет более стабильный отбор. У вас будет меньше шансов проворонить на высокой скорости подход хвостов. Вы будете получать в среднем гораздо более качественный продукт, если никуда не будете спешить. Ну, а на этом, наверное, у меня все. Если есть какие-то еще вопросы по второй дробной перегонке на VN5 Pro на 2-дюймовом, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Ну, а вообще-то, под роликом будет ссылка, по которой можно приобрести этот замечательный аппарат. Вы были на канале Русская Дымка. Цените натуральное.